Итак, мы переходим к разговору о персонажах, о философах, которыми, собственно говоря, вот эта самая десократическая философия наполнена. Мы начнем, наверное, с традиционного деления, которое во всех учебниках стандартно воспроизводится. Это ионийская школа, с одной стороны, и элейская школа. Вот это противопоставление и противоречие двух, не просто географических локаций, но двух способов мышления, отношения к философии по существу, во многом и задает дальнейшую интерпретацию философии. Как я себе вижу здесь это противоречие, очень условное, но вот я его опишу. Разница, наверное, заключается в том, что в какой-то момент мы задаемся вопросом о том, если опыт вступает в противоречие с разумом, чему в последний момент мы должны поверить. И если мы верим опыту, если мы верим фактам, если мы доверяем своему ощущению и критически очищенному опыту, то это вот та тенденция, которую мы условно называем ионийской. Если для нас противоречие мыслимое и опознаваемое в мысли становится поводом... Я бы все-таки так вот ту дихотомию, которую ты воспроизвел, так ее не выстраивал, хотя бы потому что между этими школами, между этими... Сразу нужно сказать, что это тоже создатель любопытный историко-философский разговор о том, когда Аристотель начинает все это описывать, он отбрасывает свой опыт, опыт 4 века, опыт того, как устроена философия, он отбрасывает ее в прошлое. И понятно, что это, в общем-то, опыт академии или лицея совершенно неадекватен, когда мы там говорим о тех же самых милецах. То есть даже как вот эти выстраивания генеалогии, которые мы все можем помнить по учебнику, где у нас возникает такая цепочка, что Фалис учил Анаксимандр, Анаксимандр учил Анаксимена, ну и так далее, и так далее. Это такой библейский вариант перед нами. Понятно, что это как минимум то, что требует отдельного внимания, опять же требует проблематизации, но все-таки вот грубо и в первом приближении. Для милеца притча идет с одной стороны об архе, о неком первоначале, но при этом ведь то, что обычно нами упускается из логики, ну не нами, да, есть такой автопилот восприятия, автопилот разговора, как он звучит. Автопилот заключается в том, что поскольку мы так уж получилось, мы люди иудео христианской традиции, нравится нам это или нет, и как мы там к этому относимся. И когда мы начинаем говорить о начале, мы начинаем говорить о нем обязательно во временном смысле. То есть в этом плане перед нами вот это линейное время, перед нами начало как временное начало. Важно отметить, просто как первый ход, да, потому что это нами трудно сознается, что вопрос о начале мира, вопрос о начале реальности, как временном начале, для тех же самых ранних древнебреческих философов не ставится. У них другая презумпция, у них, вообще говоря, презумпция вечности мира. В этом плане речь может идти о циклах, о вращении, о повторении, но, да, и, собственно, здесь тот же самый миф, он описывает, откуда и каким образом это развертывается. Но это не... Почему иудео-христианский, да, потому что в иудео-христианском восприятии есть очень важный исходный пункт. Это логика из ничего, экс-нигела. Да, вот в этом смысле все началось откуда-то и что-то было первым, вот абсолютно. Вот этой логики из ничего, ее в античной мысли, собственно говоря, не существует. И поэтому здесь архе это одновременно главенствующий принцип. Начало в смысле иерархии, в смысле порядка. Я напомню однокоренное слово, вернее, составное слово здесь, чтобы архе для нас прозвучало. Это монархия, единоначалие. Вот когда греческая мысль, мы говорим о бархе, вот этот оттенок здесь важно просто учитывать. Это во многом про иерархический порядок, про главенствующий, принцип про главенствующий элемент. Соответственно, для милетцев речь идет о том, что, собственно говоря, является главенствующим, упорядочивающим элементом. И то, что, опять же, важно отметить, что это ведь, если мы вдумаемся в саму конструкцию, которая ими обсуждается, это очень серьезный фундаментальный вопрос, оставленный, что является этим самым упорядочивающим началом, что является, условно, таким замковым камнем этой конструкции, что дает возможность всем существующим элементам, всем существующим частям вот этой самой реальности взаимодействовать друг с другом, собственно, что и обеспечит единство. Что через что называется. Потому что взаимодействовать может только то, что имеет нечто общее, РСС общую платформу. И здесь, да, у милетцев можно сказать, что первый ответ, который звучит, ответ вроде бы физикалистский. Это ответ о воде. Но ведь не случайно мы почти сразу же начинаем говорить об изначальной воде. И здесь получается, что вот та вода, которую мы видим, к разговору об очищенном опыте, да, та вода, которую мы видим, это лишь то, что имеет отношение к изначальной воде. Той изначальной влаге, которая развертывается. Отсюда, опять же, этот принцип порождения. Почему вода? Ну, хотя бы потому, что мы видим, как она способна принимать разные физические состояния. Жидкая, газообразная, твердая в форме льда. Мы видим, что вода наполняет форму, принимает форму любого сосуда, да, мы ее помещаем. Вот здесь вода служит таким же принципом. Потом, смотри, буквально следующий ход, который мы встречаем у Анаксимандра, это его опейрон, с которым возникает, опять же, проблема. Ой, да. Собственно... Нет, проблем-то с ним нет как раз. Опейрон это вообще большая удача всех историков философии, античной, я считаю, потому что о нем известно настолько мало, что в нем можно увидеть абсолютно все. Да, да, да. Это такой проективный тест. Да, да. Мы настолько мало знаем про этот опейрон, что быть он может чем угодно от, собственно говоря, как один вариант, первым прыжком абстрактное мышление, да. С другой стороны, собственно говоря, да, просто ничем. Ну вот здесь мы прощаем, мы все-таки видим, что перед нами прямое логическое развитие. Потому что если мы говорим, что является основой всего, все, что есть, первый ход до мысли, все, что есть, это нечто оформленное, нечто конкретное. В этом смысле у всего есть предел. Но если у всего, что есть, есть предел, то тогда источником этого всего должно быть нечто иное. Принципиально, да, в этом смысле источником предельного может быть только беспредельное. В этом плане, да, опейрон по определению не конкретизируется, потому что это не история найти элемент среди других элементов. Мы задаем все тот же вопрос, что, собственно, держит реальность, что обеспечит взаимодействие между разными частями реальности. И ответ Аноксимандра здесь, да, иное по отношению к этому. Но смотри... То есть мы не найдем этот элемент среди других элементов. Потому что все, что существует, является результатами распада этого элемента, так или иначе. Ну или развертки, да, мы можем по-разному. Смотри, но если Фалес говорил, что этим первоначалом порождающим является вода, пускай и не та вода, которая... А вода, имеющая некое отношение к той первоначальной воде. И изначальная влага. Да, да, да. А дальше мы говорим уже об опейроне. Но дальше мысль, как мы помним, она, собственно говоря, идея, греческая мысль, идея опейрона не особо вдохновилась, да, и вернулась на... Да, дальше мысль останавливается внезапно. Да, дальше мысль останавливается внезапно. И вот тут у студентов всегда парадокс. Да, потому что вроде бы перед нами такой прорыв в теоретическое мышление. Стандартный там учебник, особенно былых времен, он очень радостно повествует об Анаксимандре, потому что, ну вот тут-то, да, вроде бы теоретическая мысль родилась. А потом Анаксимен... Да, да, правильно, потому что если бы Анаксимандр был последним, то тогда бы очень красиво все смотрелось, да. А дальше появляется Анаксимен. Совершенно странный товарищ. Который, вроде бы, совершает полный регресс мысли. Да. Да, и который вдруг говорит о том, что началом всего является воздух. Точка. Причем совершенно непонятно, чем мы вообще должны тут восхититься. Действительно, студенту здесь довольно сложно разобраться, в чем его величие. Во-первых, есть... Кстати, тут есть два варианта ответа. Первый вариант ответа звучит, что мы, конечно, все, в определенном смысле, укушены Гегелем. И движение истории философии перед нами должно быть, да, движением развертки мысли. Каждый следующий, о котором мы вообще говорим, он, безусловно, должен совершать шаг вперед. Если он этого шага не делает или, не дай бог, возвращается, то, собственно говоря, что он там вообще делает. Почему мы о нем говорим. Но в случае с Анаксименом история хорошо укладывается как раз в эту самую гегелевскую схему. Потому что ведь проблема, которая возникает, стоит нам вообще задуматься вот над той конструкцией, которую мы видим у Фалеса, или которую мы видим у Анаксимандра. Безразлично, у кого, да, безразлично, говорим мы о воде или говорим мы об Апейроне, проблема возникает ровно в одном. Хорошо, у нас есть некое первоначало, у нас есть Архэм, да, у нас есть первый элемент. Окей, а что тогда обеспечивает динамику? Почему первый элемент не остается первым элементом, почему Апейрон не остается Апейроном, почему вообще начинается какая-то динамика? Распамик или развертывание. Да. Собственно, что случается? Мы, конечно, можем привнести другой элемент, добавить, но вообще-то это никакую проблему не снимает, потому что наша задача объяснить единство реальности. И, следовательно, тогда мы вновь упрямимся в вопрос о первоэлементе. Следовательно, условия задачи, как мы можем их увидеть, заключаются в следующем. Нам, во-первых, нужен первый элемент, одна штука, а во-вторых, этот первый элемент должен обладать очень важной характеристикой. Он должен быть сам по себе источником движения, сам по себе динамическим. Или, как затем это сформулирует Гегель, сильно позже, да, мы должны помыслить объект как субъект, то есть они должны совпасть. Соответственно, вот Амаксимин, почему он выдвигает воздух? В данном случае вполне понятный набор ассоциаций, связанный с дыханием, с ветром, собственно, с душой, психой. В этом плане воздух, да, это история про самодвижущееся начало, динамика движения, присущие ему сами по себе. И вся последующая развертка, это не история про привнесение какого-то начала извне. Это история, действительно, уже про саморазвертывание. И вот этот иммунентистский план объяснения действительно становится огромным интеллектуальным прорывом. Продолжение следует...